Опасный флешмоб, уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась с просьбой к ГИБДД провести анализ странной детской игры под названием «Беги или умри», которая сейчас становится все более популярной среди подростков. Ее правила распространяются в интернете. Смысл в том, что требуется перебежать в проезжую часть прямо перед приближающимся автомобилем. Это увлечение вызвало переполох среди родителей, школьников и не зря. Кроме того, и автолюбители все чаще стали получать предупреждающие смс о том, что на дорогу могут внезапно выскочить дети. Так что же это за опасный флешмоб и можно ли его остановить, пытался выяснить Максим Овчан. Дворы жилых кварталов. Слева группа подростков. Один перебегает дорогу прямо перед машиной. К счастью, водитель вовремя успевает затормозить. Попытная реакция ребенка. Он с чувством выполненного долга смотрит сначала на своих сверстников, а только потом на водителя. Он выиграл, остался жив. И подобных случаев десятки. Они стояли и поджидали того момента, когда машины тронутся специально для того, чтобы вот именно во время движения пробежать перед машиной. Нет, они на меня не смотрели. Все-таки, мне кажется, их целью было не попасть под машину, но, наверное, испытать какие-то острые ощущения, адреналин. Школа, пешеходный переход. Осмотрись и спокойно иди домой. Но дети, которые решили сыграть в игру, простых путей не ищут. Они пытаются застать водителей врасплох. Например, прячутся где-то между припаркованными автомобилями. Цель проскочить максимально близко к проезжающему автомобилю. Беги или умри. Интернет полнится жуткими записями. Где-то водители успевают остановиться и дети, к счастью, остаются живыми. И почти везде на заднем плане за происходящим наблюдает группа единомышленников. Блин, ты куда ты, ебан? Водители давят на тормоза и бьют тревогу. Не всегда. Получается вовремя среагировать. Для детей высший пилотаж в смертельной игре задеть едущую машину по касательной. Ты чё, ребёнок? Безусловно, невероятную ловкость и прыткость нужно зафиксировать на видео. Иначе как похвастаться друзьям? Парень, который перебирал дорогу, убежал куда-то во дворы. Тот, который его снимал сразу телефон в карман, водитель им там пригрозил, затормозил резко. Проблемой озаботились и школьные преподаватели. Говорят, виноваты сами родители. Именно они должны объяснять, чем опасны такие развлечения. Мы очень обеспокоены полученными сообщениями на WhatsApp о том, что имеет место такая игра «Беги или умри». Мы беспокоимся за жизни наших детей. И получая такие сообщения, мы, конечно же, работаем с родительской общественностью. Так откуда же пошла мода на игры с жизнью и смертью? Кто-то говорит от популярных роликов из компьютерной игры. Мол, неокрепшие умы решили выйти на новый уровень. Другие утверждают, что подобное развлечение поставлено на поток. Кто-то якобы платит детям деньги за каждый подобный ролик. Зачем? Неизвестно. Тем не менее, ситуации уже заинтересовались и уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она направила в ГИБДД обращение и даже депутаты Госдумы. Сейчас немедленно, но, на мой взгляд, нужно пресекать, конечно, деятельность этих сайтов, закрывать их. Потом уже заниматься, так сказать, более фундаментальными вещами, для того, чтобы не допустить это в будущем. Но чем бы ни закончились проверки, эксперты и чиновники сходятся в одном. Установить бесконечное количество лежачих полицейских и светофоров невозможно. Поэтому лучшая профилактика таких игр на волоске от смерти – внимание родителей к своим детям. Именно они должны донести своим чадам, что две тонны железа могут и не успеть затормозить. Максим Овчан, Вести, дежурная часть. Продолжение следует... Продолжение следует...